здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сегодня я покажу стандартный день нашей семьи наш день начинается на террасе наш день продолжается на террасе наш день ну в общем-то заканчивается на террасе на самом деле нам очень повезло с погодой как и миллионам других итальянских семей которые проводят часть частично свой день на террасах на балконах кому больше повезло кто имеет придомовую территорию гуляют конечно же там потому что дни прекрасные и очень приятно и хочется находиться под солнцем дети играют во всевозможные игры и на самом деле я даже не ожидала что настолько спокойно для нас будет происходить самозаточение добровольная изоляция который призвали всех жителей италии я думала что все будет несколько сложнее но в итоге в общем то все достаточно терпимо начинается день у нас на террасе дети играют я готовлю свой знаменитый блин оладь сегодня я не буду вас утомлять рецептом я просто покажу как из всей этой массы можно сделать достаточно на мой взгляд красивое эстетичное блюдо и на самом деле вот такая масса у меня получается прежде всего потому что я стараюсь как можно больше фруктов внедрить фрукты бывают очень и очень сочные например как в этот раз груши и таким образом у меня получается масса которая на самом деле больше похоже больше похоже на пудинг немного меда добавляем это к вопросу об оформлении и часто я вырезаю вот такие фигурки единственное что сразу скажу они должны быть чуть больше и я посыпаю корицей но если вы будете посыпать допустим и какао то ваши дети без сомнения будут в полном восторге немного сноровки и повторюсь все получится несколько лучше если вы будете использовать фигурки чуть чуть больше что это вкусный блин нравится что это как в ресторане это как в ресторане представляешь я такая ты сделала как сердечко нравится очень это тебе порция я знаю ты любишь когда медика много класс да это как в ресторане это вообще даже лучше знаешь какая вкуснотища да блин такой как в ресторане так поливаю поможешь мне накрыть конечно спасибо после завтрака дети снова на террасе я же приступаю к своей уборке я использую в этот раз 98 процентный спирт я не разбавляю его потому что потому что именно он рекомендован конечно же протирают дверные ручки конечно же протираю везде где дети чаще всего чаще всего касаются трогают но в общем то делаю стандартную уборку на самом деле моя уборка отвечая на вопрос какова она сейчас не стала более тщательно потому что я убираюсь каждый день но конечно же сейчас я уделяю больше внимания прежде всего тем местам где дети трогают трогают достаточно часто прикасаются достаточно часто уборка занимает у меня опять же стандартное время я убираюсь зонами отвечая на вопрос делаю ли я уборку всей квартире нет я конечно же убираю зонами сейчас действительно я больше все-таки внимание уделяю поверхностям поверхностям новым в моей уборке стало то что я стала протирать ключи ключи от машины ключи от гаража ключи которые мы используем и в основном использует кстати егор его ключи я протираю особенно часто часто на самом деле как сейчас и говорят такая уборка она должна быть в норме у людей люди вообще должны быть привычны мыть руки но тем не менее сейчас я протираю спиртом также влажным влажную уборку делаю ключам и также да всему всему что мы используем часто трогаем распыляю спирт также на пол и при помощи своей швабры электрической мою пол пол мой особенно часто два раза в день и опять же я за то чтобы вообще два раза в день мыть пол если дети дома но чаще всего все таки один раз это успеваю сделать сейчас уделяю большое повторюсь внимание поверхности мою 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 это рекомендовано и опять же из новых вещей в моей уборке это то что я каждый день протираю кнопки кнопки на лифте ну что ж на солнечные дни это хороший способ как я часто говорил и рассказывала посушить подушки посушить вообще весь текстиль который возможно снять и посушить потому что в италии это очень важно и все итальянские хозяйки это делают я этому научилась здесь в италии вот такую выбивал очку себе купила очень рада что ж я не успела оглянуться как пришло время убирать зимнюю обувь убираю ее в гараж и мне немножко грустно потому что я была уверена что все эти сапоги я еще поношу поношу их с юбками поношу с легкими платьями но нет уже достаточно тепло уже время в общем-то открытых туфель босоножек скоро думаю когда мы выйдем из карантина как раз таки наступит время вообще открытой обуви и поэтому всю обувь я убираю таким образом пакую в коробке и могу сказать что с ботфортами опять же меня спрашивали как я храню ботфорты вообще нет проблем они часто вот таким образом компактно упакованы своих родных коробках приходят на них нет заломов и в общем то таким образом я их складываю две пары в одну коробку и убираю на зиму из-за того что дети не посещают школу не посещают сад признаться у меня образовалось достаточно много свободного времени для того чтобы тестировать разные лайфхаки которыми я пользовалась давно которые я читаю я очень люблю различные различные интересные вещи для того чтобы наша жизнь стала легче и вот например я решила таким образом вскипятив уксус почистить приборы и могу сказать что это не рабочий лайфхак несмотря на то что обещается какой-то вау-эффект блеск и когда почерневшая скажем так посуда приборы в данном случае очищаются сами собой могу сказать что этого не произошло в общем то я довела до кипения подержала оставила все это в растворе и никакого вау-эффекта не произошло это было видно прежде всего по ложкам и если говорить о лайфхак когда я попробовала протестировала спрей который предназначен но возможно вам больше не нужен для того чтобы ухаживать за стеклами ваших очков прекрасно справляется с тем чтобы превратить вашу раковину в блестящую и красивую и чистую ну что ж вот таким образом живут большинство итальянских семей мы периодически переодеваемся становится очень жарко дети снова выходят на террасу на самом деле все с одной стороны достаточно просто на самом деле в этой ситуации самое главное оставаться здоровыми но и конечно же утомляет такая монотонная жизнь потому что но повторюсь террасы на террасу террасы на террасу поели поиграли почитали и в общем то таким образом проходит жизнь я уже рассказывала что наши парки закрыты парки в близлежащем оба на термо но парки в монте гротто термо остались открытыми поэтому мы выводим детей в в парк но признаться мы больше не вводим их на детскую площадку мы вводим их на заброшенную парковку потому что там у детей есть достаточно места для того чтобы поиграть покататься на велосипедах покататься на самокатах и таким образом хоть как-то совершить прогулку которая конечно же нужно детям нужно детям которые подвижны рассказывала также что мы периодически осуществляем вылазки в супермаркет все к счастью хорошо нормально единственное что конечно же мы заполняем вот такую декларацию на то чтобы выйти из дома покинуть дом я теперь с такими бумагами и передвигаюсь также как им также как и мой муж но в общем то иногда я посещаю также интернет-шоппинг я на самом деле выбираю себе платье на день рождения решила присмотреться к мини но с другой стороны говорят уже о том чтобы карантин еще больше продлить то есть что после 3 апреля мы все равно будем дома периодически снимаю видео многие из них вы уже наверное увидели я их смонтировала выложила хочу больше снимать видео про одежду потому что мне кажется но мне кажется что что все-таки мы все в ожидании и в предчувствии весны и опять же концепция shop your closet пойди и найди классные хорошие вещи компоновки своим собственном гардеробе она актуально как никогда хотя мне кстати пришли мои покупки интернет покупки они работают интернет магазины работают тоже в интересном режиме кто-то гарантирует доставку такую же как и прежним но поскольку некоторые курьерские службы больше не осуществляют доставку они тоже на такой добровольной изоляции могу сказать что некоторые магазины говорят о том что задержка будет предвидится и также был увеличен например во многих магазинах срок возврата это бомбер который я купила для егора заказала для егора чтобы доставка была бесплатная заказала также тапочки на море потому что они всегда нам нужны я на самом деле считаю что тапочки на море всегда должны быть новыми красивыми это то что в общем то делает твой твой образ на море а также твоих детей более и более аккуратными и гору подошел бомбер он был очень рад ему все понравилось на самом деле мы выбирали вместе с ним и если я не ошибаюсь все таки это размер с самый маленький в линейке уже мужских мужских получается размеров то есть это не подростковый манго это уже мужской манго несмотря на то что егорка у нас очень худенький не очень высокий но и не низкого роста в общем то я считаю что прекрасно на него все село по телевизору постоянно нас предупреждают о том что нужно мыть руки хотя на самом деле руки нужно мыть всегда и очень часто меня удивляли итальянские родители которые кормят своих детей часто на площадках булочками какими-то сухарями отламывают им все это руками которыми возможно только что расплатились где-то на кассе сейчас с этим с этим все достаточно обстоит дело по-другому могу сказать что программы стали выходить в другом режиме некоторые программы больше не выходят и это безусловно связано с тем что люди должны оставаться на карантине в то время как для участия в определенных программах героем программ необходимо передвигаться соответственно у нас теперь просто показывают фильмы обед игра на террасе снова ужин и вот таким образом проходят проходят наши дни повторюсь нам очень и очень повезло что у нас очень тепло так бывает не каждую весну и мы можем находиться на террасе как и многие семьи мы имеем что называется на одну комнату больше потому что терраса либо балкон превращается вот такую летнюю комнату я продолжаю загорать загорать без любой защиты на нос я оторвала листик потому что скоро иначе у меня покроется веснушками кстати нужно мне пойти накрасить ногти на этом с вами прощаюсь дорогие зрители желаю всем хорошего настроения это была яна скорцова всем пока пока